Всем хорошо известно, что город Сенгелеев славится тем, что с 2006 года он является блинной столицей Поволжья. И традиционно нашим техникам проводится конкурс на лучшего блинопёка. Правильно замесить вкусный испечь, красиво подать. Перед студентами всех курсов с 1 по 4 Сенгелеевского технологического техникума поставлена задача в Кубе. Но прежде чем приступить, мастер-класс от профи, педагога с 30-летним стажем Светланы Сухановой. В меню отнюдь не классика, а яркое и почти весеннее новаторство. Для приготовления этих блинов я приготовила тыквенное пюре заранее, чтобы времени тратить. Сейчас мы это пюре добавляем в тесто. За счёт внезапного микса на выходе ожидаются несколько иные – цвет, вкус и даже плотность. Попробовать, пока не блины, а свои студенческие силы, вызвался отважный первокурсник – будущий повар-кондитер Виктор Филиппов. Но ему доверяют исключительно замес. Остальные тонкости – пока за педагогом. Первый блин пробуем небольшой. Вращением сковороды мы распространяем тесто по всей сковородке. Кстати, если вы ещё думаете, почему первый блин комом, здесь, в блинной столице, найден ответ. Всем, наверное, известно, что необходимо всё-таки использовать индивидуальные сковородки. С чем это связано? Что если мы на этой сковороде приготовляем другие продукты, то всё равно остатки этих продуктов, ну, где-то как-то набиваются в поры. Так что в предстоящую масленичную неделю профессионалы рекомендуют использовать специальную сковородку, правильные ингредиенты и безграничную фантазию. Слава Николаевна, если честно, даже не знала, что, оказывается, можно печь блины с тыквой. Но для зимы, наверное, это тот самый вариант, во-первых, потому что это сытно за счёт теста и полезно за счёт как раз-таки тыквенной добавки. Ну и очень хочется приступить к дегустации. Он такой ещё цвет поменял. Смотрите, какой жёлтенький, как солнышко такое, маленькое солнышко. Сейчас попробуем. Сладко, нежно. Вкусно. Я вам больше хочу сказать, что тыкова вообще продукт доступный, особенно в нашем регионе, так как легко произрастает, без проблем. Пока мы ели, блины другие подоспели. На этот раз от претендентов на гордое звание лучшего блинопёка 2023. У меня фаршированные блинчики с мясом и картошкой. Вот я сперва пожарила блины, потом завернула фарш с мясом и ещё раз пожарила. Шоколадное, завернутое в конвертик. Внутри них находится йогурт клубничный, сверху полито джемом и присыпано сахарной пудрой. Придумал какое-то название? Ещё в процессе. Сенгелеевскому техникуму 75 лет. За долгие годы разработано и накоплено 120 оригинальных рецептов блинчиков, блинов, оладьев и даже блинных тортов. С удовольствием едят сами и других подкармливают. У меня очень сын любит блины, он даже любит выпекать блины, помогает мне выпекать блины. Он говорит, мам, да, я тебе помогу блины испечь. Я говорю, конечно, с удовольствием. Была и гречевая мука, и овсяная мука, и пшеничная мука была. Думали, если есть маленькие блины, почему бы нам не испечь большие метровые блины. Метровый эксклюзив несколько лет назад на ура разошёлся на традиционном местном фестивале «Широкая масленица». В этом году гуляния состоятся, но с учётом времени куда скромнее. С 20 по 26 февраля Сенгелей ждёт, Сенгелей угощает. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73.